А не, я отрубил, отрубил чат. Не, на секунду, потому что я не отрубил, я его уже не включал. Просыпается первый стол. Просыпается второй стол. Просыпается третий стол. Я же чат по-другому смотрел, таблся. Просыпается четвертый стол. Да боже ты мой! Можно поиграть немножко в эту игру? Я просто обречен. Просыпается шестой стол. Причем, ну, понимаете, я не могу другую роль отыгрывать никак. Я должен не Тимминс ни с кем. Просто делать анализ вместе с кем-то, смотреть. Просыпается девятый стол. Потому что иначе меня первым убьют, если я буду себя вести как Елисей, либо как Флэшн знает. Меня первым убьют и ГГВП, и все. Игра заканчивается для меня. Все продолжают спать, у Мафии будет минута познакомиться. Дона, прошу себя обозначить. Мафия просыпается. Я не знаю, кто мафия, пацаны. Это номер один, номер два и номер три. Спасибо, Мафия. Просыпается комиссар. А представляете, так будет? Один, два, три. Мафии. Спасибо, город. Все просыпаемся. У вас минута у первого стола. Не знаю, может быть, первый раз открываю стол. Надеюсь, на победу мирного города. Опять буду записывать. Хотя бы первый раз точно записывать понравилось. Так что, если можно, то... Сколько у нас? Два, четыре... Десять. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Если у нас десять, получается, можно выставить. Выставите меня еще, кого-нибудь по всем выдавам аналитику. Соответственно, скажу все в своей второй речи. Спасибо. Спасибо большое. Второй стол, прошу. Спасибо большое. Я пока единичку не буду выставлять. Шесть, восемь игроки. Посмотрите, пожалуйста, кто будет как говорить. И выставите. Ну, Кейс нормально говорил. Поговорил. Достаточно спокойно. Учитывая только у нее первая катка сегодня была. Я мог понять его предыдущей. Но в предыдущей версии спокойно. И сейчас более-менее. Я считаю, что он ближе к красному. Но, опять же, что тут анализировать. Я второй номер. Больше сказать нечего. Спасибо большое. Сильные игроки в конце стола номинируете. Попил стола, не забывайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Никого не устарайтесь. Правильно я понимаю? Дверь, стол. Прошу минуту. Как понимаю, мы играем с записями сейчас. Верно? Ну, кивнейте. Нет, без записи. Как угодно. Как угодно. Окей. Первый стол. У меня второй под знаком вопроса стал. Серый. Я даже сказал, чуть черный. Второй. Первый у меня плюсик. Игру пытается рассуждать. Обычным за мафию. Фомка. Я вообще не понимаю, что за выводы он делал. Если я покажусь подозрительным для красных, можете меня выпиливать, чтобы я вам, блядь, не портил игру. Потому что я очень часто слышу, что я там в руине и прочее. Я потом остаюсь на угадайку, и это полный пиздец происходит. Поэтому, если я окажусь подозрительным, блядь, ну, можете выпилить меня, если вам будет так проще в красном. Дей секунд. Дальше буду смотреть, кто как скажет. Добавить нечего. Так как я третий. Спасибо. Спасибо. Кого-то вставляете? Нет. Четырый стол, прошу вас. Да, еще раз. Здравствуйте. Я вот слышал про то, что действительно Фомка может тупить в самом конце. Я сейчас его видел, он даже может тупить и в начале. Да ладно, это шутка. Кейси реально вот сидит, записывает, прям try-harded. Flash on the Night за всеми следит. Я надеюсь, это он на ней отыгрывает роль. Паша, приятного аппетита. Все остальные просто, ну, без каких-либо телсов просто сидят. Никаких выводов сейчас делать не могу. Если цвета хотите, чтобы раздал, у меня пока передо мной, мне кажется, никого не было плохого. Никого не выставляю. Да, и надо, чтобы кто-то выставил, там, получается, Кейси, еще кого-нибудь. Может быть, даже Flash on the Night. Ну, и попилим-то стол, чтобы никого не убивать. Это, там, как умеем, да? Спасибо, шутят стол, прошу вас минуту. Как умеем. Один открыл стол, в принципе, открыл стол неплохо, опять же, попросил его выставить, поэтому мне совсем непонятно атака от тройки на единичку. Возможно, я что-то не видел или не слышал, или не видел какой-нибудь игры, где Фомка остался до самого конца. И вот это вот мне уже стало интересно. Потому что зачем было делать такой вот намек на себя жирный, что вы можете меня выпилить, мирники? Немножко, короче, подозрительно. Двойка говорит, как обычно, красно. Четверка вивела твоя говорит, как обычно, красно. Я красный буду пытаться помочь победить мирному городу. Спасибо. Типа кто-то заигрывался, потому что ушел. Кот стол, представляете? Не, никого не уставляю. Блин, пока все чистые, мне кажется. Знаете, я заставляю игрока номер три, потому что для меня он погорел по-черному, объясню почему. Мирный игрок никогда не даст волю по мафии кому-то другому на нулевом столе. Типа это просто плохой мув имхо. Потому что ты, когда у тебя информации очень мало, можешь пойти под раздачу, и ты всегда пытаешься именно сам дать свои расклады, играть от себя. У тебя сейчас союзников на игре на нулевом столе, у тебя нет союзников вообще. Потому что у меня есть мнение сменить союзников. Два поговорил больше по-красному, один поговорил, как он обычно говорит. Я считаю, что до меня точно одна мафия сидит, точно одна, вряд ли две. Думаю, что одна. Паша чуть не рыгнул на свои речи, поэтому у меня он больше красный. Типа видно, что человек не переживает, не нервничает. Спокойненько съел там печеньку. А меня пропустил. Не пропускай меня, а то меня заподозрят. Короче говоря, ни с кем не играю. Три скорее к черному, два-пять скорее к красному, один-четыре очень серые. А, все. Меня назвало, ты уже боялся. Спасибо, что три сто восемь. Ну, шесть я пока плюсик поставлю. Никто не понравился. Генезис очень много внимания Фомке уделил, запровозил во Флэша, что он красный. Отметил, что красная пятерка, с этим согласен. Пятерка. Это да. Очень пресно поговорил. Очернил только тройку. Но тройку там только ленивый не очернит. Зачем вообще говорить, что выпилите меня? Зачем ты приходишь играть? Так ты сам паровозишь. Тоже третий черный для меня. Двойка. Почему-то отметил шестого-восьмого игрока. Типа обозначил, что они просто сильные. Окей, файн. Краснил первого. Мне первый тоже эмоционально не очень понравился. Мне... Да. А, ты попросил их типа попилить. Окей, файн. Файн. Тогда серый, может быть, красноватый. Первый мне просто не понравился. Не могу аргументировать, почему. Просто не понравился. Вообще ни с кем не играю. Из всей братьев Паша. Десять секунд. Самый красный передо мной. Мафия 2 сидит. Дальше, не знаю. Ликвид пока спокоен. По раскору Демилу ничего сказать не могу. Спасибо. Как выставляете? Единицу выставляю. Спасибо. Первый стол выставляю. Два, три, четыре, пять, шесть в один. Семь, восемь, девять, десять, один в три. Кто ломает, попил, уходит. Семерка сначала за Джоннилс в паровоз, потом спрыгнул, потом так неуверенно все еще присосался к пятерочке, чуть-чуть, как языком качельки. Типа шестерка тоже в паровозике. Но это не совсем, честно говоря, паровозик был, потому что паровозик был от четверки на самом деле. Ну, либо Ликвид хороший актер, либо сразу плюсом гигантский ставлю и вам говорю, что я буду от Ликвид играть. У нас один серый, два красный, три. Поговорил пиздец, типа ее пинать, только ленивый. Четыре, пять, там попробовали паровозиться куда-то вперед. Четыре, пять, шесть даже попробовали паровозиться вперед. Шестерка, при этом с четверкой не сыграл, что мне в принципе понятно, я бы тоже с четверкой играть не стал. Я согласен, сейчас беру себе в команду шесть, пять, два, наверное. Ну, они действительно поговорили по красному, я согласен. Десять секунд. Я на паровозику не вижу ничего плохого. Ну, смотрите, у меня два знака вопроса был. Шесть, пять, чистенько поиграли. Цепляться в тройку, то что тройка погружаться, значит, все, что... Типа большое, спасибо, что я на стол. Кого-то выставляете вопрос? То есть, как бы показали критом, я на позитиве. Здравствуйте, Город, и так, ну, Кейсик открывал стол, сейчас мы его послушаем на речи. Юра, ну, ничего конкретного не сказал, в принципе, второй стол. Тоже буду смотреть про Фомку, ну, извините, типа, выпиливайте меня, стрельните в меня, Тошка, это фигня. Виви серый. На самом деле, куча паровозов, не всех записал, никуда вылезать не буду, ни с кем не играю. Понравилось, в принципе, рассуждение о шестерке, но с ним играть не готов. По попилу, повторяю, за тройку, 7, 8, 9, 1, 3, если не ошибаюсь, за днерку, 2, 3, 4, 5, 6. Все, если я не ошибаюсь. Никого не выставляю, у меня все, спасибо. Спасибо, 60 столов, прошу вас закончить. Меня очень сильно сейчас запутали, на самом деле. Я голосую в днерку? Или в тройку? 2, 3, 4, 5, 6, в один. У вас первый пол, второй стол. Один, я в тройку, значит, хорошо. Так, выставить один? Или я голосую в один? Выставить один, хорошо? Выставить. Господин ведущий, кто выставил? Я вернулся, я вернулся. Третий, первый столы. Все. Я голосую в третий? Все. Короче, первый для меня поговорил по-серому. Открывал стол, это естественно. Второй для меня поговорил по-красному. Туплен. Понимаете, если бы он был в мафии, он бы так не тупил сейчас. Вот реально, Демил бы так не тупил, если бы он был в мафии. 10 секунд. Я его сразу ставлю плюс. Я, если честно, не хотел бы у него топить. Мне не понравилось реклит, потому что сказал, не вижу плохого ничего в паровозе, хотя реклит всегда говорил, что паровозик это не есть бог. Спасибо большое. Спасибо большое. Ура. Напоминаю, что вы смотрите, третий, первый столы. Третий стол, у вас 30 секунд. Давай слушайте фонку. Третий стол, 30 секунд. Да-да-да-да. Бля, ребята, я так говорю, чтобы была какая-то информация. Вы все говорите по красному и не даете никакой инфы. Поэтому нужно какой-то, чтобы инфу бросить. Так это не инфа, это самоубийство. Говорит, ну, по-серому. Потом начинается 5, 6, 7, 8 паровоз, блядь. Все в меня начинают топить, да. 5, 6, 7, 8, там по-любому две мафии, если не три. Спасибо. Спасибо, что первый стол прошел, 30 секунд. Спасибо. Есть большая разница между тем, чтобы вбрасывать инфу и говорить по-черному. Говорить по-черному никогда не полезно ни на мафии, ни на красном, потому что ты руинишь. Как по мне, у тебя была очень затянутая речь, и ты слишком пытался расположить к себе всех, и у тебя это не получилось. А двойка, как обычно, поговорила по красному, четверка серая речь, буду присматриваться, буду к двойке, к четверку присматриваться. Пятерка, шестерка понравилась. Пока что заочно буду с ними играть. Семерка вообще ни с кем не тимится. Может быть, активная роль, либо мафия. Спасибо большое, первый стол. Про восьмерку ничего не сказал. Голосуем на счет раз-два. Кто голосует против третьего стола? Раз-два. Четыре руки. Спасибо большое. Хорошо, ребята, давайте мы в один раз вам поможем. Переголосовываем. Кто голосует за третий стол? Раз-два. Пять рук. Спасибо. Остальные руки ходят в первый стол. Итак, теперь мы голосуем, удаляем ли мы их из-за стола. Кто хочет поднять их всех из-за стола? Раз-два. Спасибо. Один голос. Все остальные против. Зачем он? Итак, прошу всех уснуть. Что за... А, извиняюсь. А у нас речи не должно быть после равенства голосов? Нет-нет-нет, сейчас спать, сейчас спать. Что за бред? Ладно, окей, представим, что OpenMan тупит. Итак, напоминаю, что будет по 10 секунд у всех. Если мафия не может предлиться, собирает Дон. Просыпается мафия. Если, допустим, он так и тупил до этого при общении, представим, что он реально тупанул здесь и не понял, что он должен проголосовать за троек. Мафия делает свой выбор. Допустим. Что у нас есть? У нас есть восьмерка, которая затемилась. У нас есть единица, которая затемилась с теми, с кем затемился восьмерка. Но ничего не сказал про восьмерку. Это вызывает подозрения. Двойка был серый. Шестерка, десятка, чистая. Дон делается выбор. Дон засыпает. Но шестеркой зачем-то темится первый и восьмой. Они оба назвали те же самые числа. 6, 2, 5. Комиссар делается выбор, комиссар засыпает. Типа того. Просыпаются все, кроме четвертого стола. А четвертого стола у вас есть лучший вход. Сюда, ладно. Ну, короче, я умер. Это понятно. Кейси у нас получается... Это непонятно. Это понятно для меня было. Короче, Кейси затемился, смотрите, 6, 5, 8. Что? Я не слышал. Подожди, подожди. 6, 2, 5. Он затемился 6, 2, 5. Но точно так же 6, 2, 5 выбрал и восьмой. И Кейси ничего про это вообще не сказал. Просто на это обратите внимание. Фомка, я думаю, он просто тупанул и так он просто говорит. Димил абсолютно красный. Это мне точно нравится. И девятка. Я вообще не увидел ни одних Телсов. Спасибо большое. Четвертый стол. Все, я умер. Пока-пока. Четвертый стол. Ваше завещание. Ну, ликрид и единицу. Смотрите внимательно на них двоих. Все. Хорошо. Спасибо большое. Итак, второй стол. У вас минута. Так, Чатик. Спасибо большое. Я комиссар. Я проверил шестерку. Шестерка мафия. Очень большой паровоз образовался в меня. Я был самый красный игрок. Я был прав, Чатик? Все играли со мной. Меня убили. Очень удивительно, что меня не убили. Я думал, что это Леша. Леша оказался черным. Четверку убили. Более того, Леша еще дал комментарий. Только что удивительно, что тебя убили. Я хз. 2, 8, 9. Это было очень смешно и интересно. Что мафия, его убираем. Выставляешь что? Дальше. Подождите. В паровозе образовался в меня. 2, 8, 9. То есть поддержка у меня точно есть. Я согласен с тем, что сказали, что есть 2 черных в конце слова. Значит, в одного я попал. Спасибо. Спасибо большое. Шестой стол выстрел. Ну, а кто у нас второй комиссар? Генезис, получается? И он хочет затопить Генезиса? Третий стол. Да, он хочет затопить Генезиса. Он решил поиграть, повесел. Сори, я забыл. Я забыл. А убили меня, чтобы не повторить еще раз. Я понял. От этого шестым у нас играл Эликрит. Эликрит играл 6-5. Да, Генезис тупанул. Номер один мне, блядь, не понравился то, что он просто все по бумажке читает. То, что он записал, он там читает, читает, читает. Ну, я закончил. Блин, я немножко подставил Кейседра, получается. Восьмерка затимился, я сразу сказал. И причем он затимился с теми номерами, которые... А, девятку он не назвал, девятку он не назвал. Дебил мне не понравился то, что он пол своей речи говорил про... Но я сразу серым очернел, вы видели. Для меня Flash of the Night был темненький. Я также никакой инфы не дал. То есть, девятый, я... Девятый не сказал, что я серый. А, он проверил ли Крит? О, сейчас Генезису надо просто включить режим доказать. Хорошо, ты просто скажи. В прошлый раз у него это не получилось. Спасибо, что 30 столов. Вы кого-то выставляете? Нет. Спасибо, 5 столов, прошу. Но Flash of the Night, мне кажется, ошибся. Есть ли еще одно скрытие к комиссарам? Ну, говори. Ты же знаешь. Нет, никакого, скажите, к комиссарам. Он что хочет? Потому что я уверю в двойке, значит, шестерка черный. Он типа... Давайте тогда будем... Не хочет скрываться, но это глупо. Потому что три вносит какой-то просто хаос в стол. Кейси вторую игру пытается записывать. Тройка атакует единичку. Тройка на первом же... На втором раунде начинает говорить о том, что я даю какую-то инфу. Черная инфа – это не инфа. Если ты мирник... Ну, короче, про тройку и так все понятно. Я в первом раунде не говорил про 6-7-8-9-10. Демил играет расслабленно. Но я Демил окраснел. Девятка. Мне его открывающая речь не очень понравилась, когда я услышал в первый раз на девятку подозрения. На восьмерку пали подозрения за счет того, что он сказал, а что плохого в паровозике. И после этого еще на него на четверку накатило. На восьмерку. А восьмерка, в свою очередь, говорила в семерку. Семерка говорил, как обычно, но, однако, понятны претензии восьмерки. Кого-то выставляете? А кто выставлен? Должен доказать, что не спалится при этом. Он может скрываться, на самом деле. Спасибо, что стол прошел с минуты. Город. Очень внимательно. У нас ситуация очень плохая, потому что я проверил в восемь, и он черный. Поэтому игрокам один, три, пять, семь, девять, десять. Напрягитесь, иначе вы проиграете через, я не знаю, сколько ходов. У вас два игрока опытных, спокойных, они черные. Почему я проверил в восемь? Я мог сейчас топить в Юру, но я проверил в восемь, потому что для меня он был с большим соблазном, красным игроком. Хотел играть с ним, поэтому я проверил его на этой ночь. Он про это говорил. Поэтому, пожалуйста, подумайте, очевидно, что он делает, а что он делает. Я номинирую игрока номер восемь, он моя проверка. Юра не выдержит, пусть поиграет дальше, пусть сдавает свои проверки. Я считаю, что три красный и пять, скорее всего, красный. Последняя мафия для меня, судя по эмоциям, потенциально девять-десять, скорее десять. Десять секунд. Номинирую игрока номер восемь. Ну, он этого не знает, конечно, но... Спасибо большое. Демило, я же обелил, ты сам себя закупил в Генезисе. Не, я не знаю, что это не черный. Вскрытие абсолютно такое же, как в прошлой игре, один в один, позднее, вялое. При этом он сказал, что ликрит черный. В прошлой игре он сказал, что в Яль был черный, так что запросто ликрит действительно может оказаться мафией. Девять-десять. Убирайте, извините, извините. Так, можно не фалить, пожалуйста, спасибо. Девять-десять, никакой инфею не дали на... Блядь, Толя! Мне плюс 30 секунд, пожалуйста, спасибо. Девять-десять, никакой инфы не дали вообще на первом круге, хочу очень послушать. Паша, не знаю, подозрительный ты для меня. Вот для меня вообще пять-шесть-восемь сидят. Не могу аргументировать, почему. Восьмерка играла с пять-шесть, но не значит, что пять-шесть играли с восемь. То, что Виви втопил в один-восемь, это вообще чушь, мне кажется. Нет. Нерелевантно. Как можно это не учитывать? Как можно это не учитывать, когда тебе сейчас шестерка говорит, что восемь – это злодей? Вот Аплумен, извините, ребят, но он реально тупит по-страшному. Я обелил пятого и обелил десятого. То есть сказал, что это точно красные, ребята. И сказал, что восемь и один – это самые опасные здесь, потому что они самые подозрительные. И шестерка подтверждает мои слова. Двойка не подтверждает мои слова. Невозможно что-то сказать, потому что у тебя два фола со старта, это, конечно, интересно. Ну, шестерка, очевидно, мафия – это совершенно ужасное вскрытие. Я думал, что человек красный, поэтому его проверил. Ставлю галочку. Да сейчас, очевидно, уходит он. Типа, в меня черная проверка от, очевидно, черного игрока. Это может быть что угодно с точки зрения его майндгеймсов. Ну, я, типа, знаю, что я красный. Если нужно, я потом готов идти по балансу, но это просто инсейн. Верю Юре, играю с Юрой, играю с пятеркой. Типа, семерка сначала сказал, что подсчитает меня черно, потом сказал, что верит Юре. И при этом, значит, что... О, вот это ошибка, Ликрита. Это ошибка. Апман на его стороне сейчас. Это он зря. Ему надо было сейчас подключить к этому Фомку, либо первого. Ему надо было продолжать вот с этими двумя играть. Потому что они были на его стороне. А семерка сейчас мнение свое меняет, смотрите. Ну, у меня тройка 367, честно говоря, а других троек тут не особо вижу. Я не вижу особо нервов от 9-10 поэмоционалу. Ну, меня уже снимали серию побед, тоже выбили первую. Спасибо большое. Я как житель, если переживал первую ночь, выигрывал всегда. Спасибо. Вот выставляете? Просто я не могу ничего делать сейчас. Шестой стол, если наспасибо. Шестой стол, я хотел прокричать, как вы прокричали мне, но не буду. Девятый стол, прошу вас минуту. Может, он заборит сейчас все? У нас нарисовалось, соответственно, два комиссара опять. Это 6-2 разноцвет, 6-8 разноцвет, 1-3 разноцвет, но тут типичный. По кейсе, не знаю, по кейсе для меня он больше красный, потому что первая речь... Ну, потому что ты поднимал руку на то, чтобы убрать всех двоих со стола. Ну, типа, камон, это разноцвет, извините. Соответственно, кейси больше красный. Я за то, как и в прошлой игре, убирать сначала восьмерку, потом смотреть, какую проверку дадут два комиссара, от этого уже плясать. Пока не могу сказать, кто из комиссаров, кому я верю. Ну, типа, ну, не знаю, Генезис какой раз уже скрывается фейт-комиссаром, но третий раз, блядь, фейт-комиссар, не знаю. Но он фейлит. Смотрите, он говорит, я... Блин, он так тупит, извините. Чувак говорит, я никому из них не готов верить, но Генезису я точно не верю. Вы слышали, как он сейчас это сказал? Я не готов верить ни одному из комиссаров, но Генезису... Да, увейте это, пожалуйста, Демил, увейте это. Мне не повезло третий раз быть мафией. Шестерка 100% мафия. Легрит себя краснил, я не думаю, что Генезис будет делать то, что в прошлой партии. Ладно, это было не очень. Ну, девятка же очернел себя. Красный, я думаю. Я очернел. Я буду голосовать в девятку. Это 100%, потому что девятка как-то повез на то, что... Ну так ты же это видишь! Я буду голосовать в шестерку, естественно, но девятку я буду потом выставить. Я хочу, чтобы он еще поговорил, и девятку я буду потом выставить. Ну и мафия может спокойно девятку слейте и выигрывать дальше. Это 2-5 и 8, я через них играю. Фонка мне не понравилась изначально, что она открыл так стол. Я тебя как бы сначала окраснил, потом ты говоришь, что что я. Я просто запутался, я не знал. Да, Демил медный. Чуть не вывозит он. Я играю 2-5-8. Первый групп для меня серый. Нет, смотрите. Он считает, что девятка плавой, но при всем при этом Разоркор 100% говорит, что шестерка он не доверяет. Спасибо большое. Не знаю, сначала хочу тройке ответить. Типа ты говоришь, что у меня за черную речь. Ты сейчас тройка разговариваешь, у нас сейчас главная речь идет. Ты, блядь, голосуешь за то, что двое уходит. Зачем? Ты думаешь, что я черный? Или чем это поможет мирному городу? Да, я согласен, это не так важно. Смотрите, что мне не понравилось. Давай. Десятка скипнул в речи всех. Надо еще сразу приступать к обсуждению двойки и шестерки. И инста затимился с двойкой и восьмеркой. Инста затимился с двойкой и восьмеркой. И пока что для меня это вырисовывается команда черных. Я склонен верить Генезису, скорее всего. Потому что эмоционал Юры и эмоционал Ликрита, когда говорил о десятке, мне не понравился абсолютно. Флэш сидит и слушает десятку. А знаете, почему не понравилось? Потому что он... Ты там хуйни никакой не договоришь. Вот у него было что-то в этом духе написано на лице. Демил случайно попал в черного. И они спалились на этом. Спасибо большое, первый стол. Вы кого-то выставляете? Они спалились на этом. Спасибо большое, ребята. Но я Ликрита не увидел, кстати. Шестой, третий, пятой, девятый, второй стол. Если кто-то забыл, пожалуйста, скажите. Шестой стол, у вас 30 секунд. Восьмой говорит, что у него тройка мафии 3-6-7. Хотя у седьмого я черный. Ты троллишь? Типа, восьмерка поговорил по-черному, но он уходит сейчас гарантированно. Типа, и для мафии он должен уйти, и для красных он должен уйти. Он троллит. Седьмой считает. Седьмой, какой? Типа, ты говоришь, что я... Блин, Генедис так, так, вообще нелогично все делает. Пятый красный, потому что считаешь, что я ушел, потому что он запутался просто. Смотрите, посмотрите на флэша. Флэш-палец вообще, как не знаю кто. Типа, фон, скорее всего, красный. Я уверен, что мафия 2-8-10. Спасибо большое, 30 секунд, прошу вас, 30 секунд. Блин, мне речь седьмого не понравилась, если честно. То есть седьмой ты имеешься с восьмым и вторым, получается? Седьмой, сгрупся, сгрупся. Ты говоришь, что ты с восьмым хочешь, а потом говоришь, что ты будешь с Юрой играть. У нас идет разноцвет между Генезисом и Флэшом. Да, да, 289 спалились против него. Вот смейте, как Юра сейчас себя ведет. Глядите, как сейчас ведет себя Юра. Видите, он теперь дергается, спокойно головой трясет. Когда про него начали говорить, он начал прям дергаться. Семь мне подозрение. Когда его сразу заболели. Конечно, с шестого будем у меня. А ликрит, не знаю, ликрит вообще не читается. Спасибо большое. Восьмой стол, 30 секунд. Ликрита я бы не прочитал. Ну, собственно, по поводу того, что было сказано ранее. Ено, еще раз, я тебе говорю, если кто-то с кем-то тимится, это или не тимится, это не значит, что они в одной команде. То, что для меня 6 и 7, оба черные, это очень логично. Сори, семерка поговорил ужасно. Семерка чуть не зафейлил, попил. Ты, очевидно, для меня черный комиссар, который плохо вскрылся. Я не вижу ни одной причины, почему ты сейчас не уходишь с такой офигительно качественной проверкой, когда ты считал, что я красный, меня проверил. И такой, ой-ой-ой, он черный. Когда я был для всего стола достаточно красный. Сори, Ген, для меня это очень странно. Спасибо большое. Восьмой стол, спасибо большое. Восьмой стол, спасибо. Ну, ладно, это сложно сейчас оценивать, потому что вот эта речь, вы можете мне не верить, ребят, но по этой речи я бы сейчас встал на сторону Генезиса. Если бы я остался в живых? Десять, либо три, шесть, восемь, либо шесть, десять. Если бы я остался сейчас в живых, я бы сейчас голосовал за генезис. Генезис должен оставаться. Играть, я по-прежнему, ни с кем не готов, кроме одного. Это восьмерка сейчас, как там называется. Как девочка начала кричать? Не знаю, мне отчаяние фонку окрасняют кейс. Играю только с кейсами, ни с кем больше не играю. Буду смотреть. Спасибо большое. Спасибо. Второй стол прошло закрыть. Спасибо большое. Ну, смотрите, друзья, еще раз. Паровоз с первого раунда. Меня поддерживают. Три, четыре, пять, шесть, восемь. Я смотрю на то, как делается этот паровоз. Три, сказал, что ему первый не понравился, а второй понравился. Хотя я его сюда не отвалил. Ну, не дедакматию делать на фонке. Но никто этого не увидел. Фонка может наковать половину в стол, а он на третьем слоте нет. Пока что он начало паровоза. После этого четверка говорит, типа, я доверяю первому второму, а третьему не особо. После этого подсасывается туда пять, после этого подсасывается шесть. Но речь хорошая. Речь хорошая. Я проверил шестерку, шестерка черная. Его нужно убирать без шансов. Спасибо большое, второй стол. Спасибо большое, ребята. Напоминаю, что сейчас мы в суде, мы не жестикулируем, иначе будут фалы. Я вас просто напоминаю вам об этом. Голосуем мы поочередно. Шестой, третий, восьмой, девятый и второй столы. Пожалуйста, когда вы подняли руку, зафиксируйте ее, чтобы я мог подсчитать. Кто голосует в шестого стола? Раз, два. Пять рук. Кто голосует в третьего стола? Раз, два. Кто голосует в восьмого стола? Семерка тупанула. Он не увидел, как Ликрид спалился два раза. Два раза спалился. Раз, два. Флэш спалился только на вебтелсах. Только на вебтелсах. Но на речи все идеально у него. Леш, Афномин, ты, пожалуйста, что-нибудь сделай с тем, чтобы не играть против меня, когда я в твоей команде каждый раз, когда мы это делаем. Красные игроки 1, 3, 5, 7 и 9. Почти я уверен, на 100%. Я уверен, что это именно красные игроки. Мафия 2, 8, 10. Я бы сделал проверку сейчас в 10, если вы выжил. Играйте, ребятки. У вас Юра или Крид Мафия. Удачи, ребятки. Good luck. Спасибо большое. Город засыпает. Три мафиози осталось. Город засыпает. То есть две ночи только. Город засыпает. Всех прошу уснуть. Итак, просыпается мафия. Я не понял Демила и Семерку, почему они так тупанули. То есть, окей, Семерка решил стоять на своем. Но Демил слышит речь Розеркора, который обвиняет Генезиса. При этом сам Демил говорит, что он верит Генезису, но ему не нравится речь Розеркора. Что? Ну, то есть, чувак, ты определись. Don't deal with выбор. Don't засыпает. Ты считаешь, что Розеркор плохой, но он говорит, что Генезис плохой. Значит, Генезис чистый должен быть. Комиссар делает свой выбор. Такая же логика. Комиссар засыпает. Прошу спроситься всех, кроме второго стола. У вас есть 30 секунд. Окей, я проверил восьмого. Восьмой красный. Леша мог сказать про другого черного, что он черный. Я проверил восьмого, потому что в прошлой игре он также сделал. Восьмой красный. Суки, блядь. У меня все больше... Ну, понятное дело, что здесь, наверное... Это не самострел. Вот это ты зря сказал. Спасибо большое. В конце не надо было говорить, что это не самострел. И не надо было проверять восьмого. Самое логичное, ребят, самое логичное... А, тогда 8-10 получается у нас в одной команде. А кто тогда матч у нас? Нельзя говорить самострел. Это во-первых. И нельзя было проверку восьмого делать. Надо было проверку сделать любого другого. Но я выставляю седьмого, у меня больше нет. То есть 7-9, получается, мафия у нас остается. Я думаю, надо было сделать проверку пятого. У нас есть команда, 2-8-10. Пятый хороший, все. И затем идет 6-7. Потому что пятый не был против восьмого. Так, что ли? Или подожди, мне пятый голосовал. Что не так? Надо... Те, кто голосовал против Генезиса. Ну, я выставляю седьмого, номер игрока. Фомка Эп Умин. Тогда Номина надо было крутить. Крутить его, надо было яйца. У меня такая команда, как она вырисовывается. Да, 8-10, либо 6-7-9. Красный, 5-красный. Если там какая-то мафия... Не-не, нельзя было говорить, что это не самострел. Это полная херня. Спасибо. Кто так говорит вообще? Спасибо, седьмая столовая сторона. Чуть-чуть, блин, это не самострел. Заметили, заметили вот это? Суки! Да, 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 да. Это не самострел. Короче, я просто не раз говорю на мафии, если что. Это тупо... Отвечаю. Сто процентов. 1-7-9. Играю с вами. 3 вносит полный дисбаланс. Верю, что 8-10... Я верю, что Генезис был комиссар. Играю дальше 1-7-9. Ну, это вообще... Еще раз, вы верите, что это самострел 2? У меня был вопрос. У меня был вопрос. Потому что, я честно говоря, я тоже... Мне сначала Генезис показался черным. Ликрит себя закапывает сейчас. Говорит по-красному. Ликриту надо сейчас продумать план. У Ликрита тоже есть такие моменты, когда он такой, типа, пытается... И он начинает ровно сидеть. У него ровно спина ровная. Да, да, да. Это он все палит. Палит. А ему просто вопрос... Как Ликриту сейчас надо крутить вопрос. Я начал пытаться играть в Елиси, короче, и ставить маяки. Играем... Очевидно, играем 8. Потому что, когда Юра выходил и говорил, что 8 красное, я проверил. Так в прошлый раз делал Генезис. Это, типа, камон. Это... Небольшой пятый стол, а кто-то уставляете? 8. Спасибо большое. Седьмой стол. Ликрит и план, ты шептишь, да. Зачем? Ну, то есть, окей, самострел, это логично. Можете его разметить. Мне совсем не понравилось. Самострел, это логично. Он топит в меня, хотя первый круг, я говорю... Ну, хоть это увидел седьмой. Он говорит, блядь, седьмой металлится. Ну, хоть это седьмой заметил, что в него топят. Второй круг, опять же, он топит в меня. Мне это вообще непонятно. Сидит суперспокойно. Мне довольно легко поверить, что ты мафия. Кросс проверка от Юрии. Окей, fine. Если Генезис, Комиссар, ты мафия, два мафия, кто третья мафия? Паша, кто третья мафия? Вопрос. Если Гена мафия... Десять, он же сказал, десять-девять. Мне, на самом деле, легко поверить, что и восемь-шесть вместе мафия. Восьмерка... Ну, хотя восьмерка вряд ли бы затемился со своим вначале на нулевом круге. Вряд ли восемь-шесть мафия. Что еще было? Ты такой восемь-шесть мафия? А чем он? Какой нахер восемь-шесть мафия? Буду голосовать за восемь, дальше с мафией. Девы не может быть, потому что шесть говорит, что восемь мафия. Зачем он это делает? Какой-то выставляете. Восьмерка, стой. Прошу, минуту. Я выставляю семь, если еще не выставлен. Ты только что выдвинул теорию, что шесть-восемь мафия. При условии того, что шесть говорит, что я человек. Второй дает в меня курс-проверку. Не существует ни одного варианта в мире, где шесть-восемь однопременно являются мафией. Такого варианта просто нет. У тебя три хода подряд черные речи. На первом ходу ты ломаешь попил и ни с кем не играешь. На втором ходу ты опять делаешь фигню. На третьем ходу ты говоришь, что шесть-восемь могут быть мафия. Семерка, ты для меня сейчас самый черный на столе. Я буду голосовать в тебя. Моя теория, что мафия у нас ответственна 3-6-7. Я считаю, что Юра ушел красным. Его вполне закономерно убили ночью. Паш, я понимаю твои подозрения на Юру. Они вполне логичны. Но, сори, я отказываюсь рассматривать теорию с самострелом. Я слишком много раз на этом погорел. Это вот моя личная, так сказать, война с самострелами. Я слишком много раз в это проиграл. Кейси, я бы хотел послушать твою логику очень сильно, потому что я в данный момент не вижу здесь ни самострела, ни красной шестерки, ни вообще... Вот смотрите, я не знаю, заметил бы я это, если бы был жив, но он именно попал в Риллиона. И Кейси, который против него, он только к ним обратился. Это называется самозащитно. Я выставляю 7, да. Обратите внимание, как это действует. Вот когда дойдет ход на Демила, увидите, как действует. Ну, в самом деле, может быть много вариантов. В любом случае, Юра мог его как-то подбефать, будучи с ним в одной команде, так и наоборот, подозрения скинуть на него, что он черный. В любом случае, надо убирать, решать дальше. Я не понял, откуда у номера 3 получилось. Что-то он там, по-моему, сказал. Тройку я не записал, к сожалению. Для меня тройки, я уже повторял, либо 2, 8, 10, либо 3, 6, 8, либо 6, 10, 7. Когда вы плохой, играю от этого. Если Генезис был настоящим комиссаром, то он сказал, что 1, 3, 5, 7, 9, красный. Ничего не говорит третьему, ничего не говорит десятому. Говорит с седьмым, говорит с пятым, говорит с первым. Когда ты мирный житель, даже если они думают, что ты мафия, тебе пофиг на это. Ты разговариваешь с теми, кто, по твоему мнению, красный. Ты с ними общаешься, ты их анализируешь. Понимаете, о чем речь? Потому что если они думают, что ты мафия, ты не будешь их пытаться переубеждать. Это глупо. Честно говоря. А потом отлично актерская игра в США его, если честно, сдала. И я думаю, что это был вариант именно самострел. И если шестерка был на самом деле комиссар, то восьмерку он определил то, что он мафия. И я тоже согласен с другими людьми, которые... Вот в чем проблема Лекрита. Ему не надо было с первым и пятым разговаривать. Ему надо было Демилу убеждать. Понимаете, в чем идея? Так и продолжает мне играть. А, я тут на вебку играю, а вебки-то нет у меня. Потому что он уверенно скосил на восьмерку. Также семерка говорила о том, что она верит... Лекрит красиво поговорил, но не с теми говорит. Но восьмерка... Он говорил с теми, которые изначально считают, что он мафия. То есть я вот этого сейчас не очень понял. Это было до этого раунда. А ему надо было общаться с тройкой семерки десяткой и с девяткой. Понимаете? Даже с девяткой. Это номер один, красный пятый. Демилу убедили в начале, но сейчас Демилу, видите, не убедили. Спасибо большое, десятый стол. Кот выставляете? Нет, вебка тут не включается, когда в этой программе сидишь. Выслови, наверное, тройку. Спасибо большое. Спасибо. Первый стол, прошу вас. Закрыть. Спасибо большое. А зачем он тройку выслал? Ну, восьмерка выставлена, ладно. Для меня точно тройку пятый, пока играю с ним. По поводу Демилу. Прошлый ход, говорит, играю с 2-8 точно. Сейчас после обвинения в том, что они тимятся, сразу скидывают их с команды. Пока непонятно. Не факт, что черный, но пока что ближе к черному. Молодец. Вот, видите, это речь. По поводу вопроса Апномена. Почему Ликрит топит в тебя? А в кого ему еще топить? Речь красная. В кого ему еще топить? Своего мапа? Фомку, который каждую игру непонятный абсолютно. То есть он для всех красный запутавшийся. В нас пятерку тоже топить нельзя. Юра, я считаю, когда уходил, был бы красным, уходил бы краснее. Мог бы сделать речь вуджи более правдоподобную. Соответственно, не знаю, тройка гений. Тройка, короче, вот слушайте все, что он говорит, и делайте наоборот. Мне кажется, это путь к победе. Но играю в шестой, путь к победе. Кого-то вставляете? Все, что говорит тройка, путь к победе. Восьмерка выставлена? Да, седьмой, восьмой, третий выставлены. Спасибо большое. Раскор правильно делает. Седьмой стол, восьмой стол, третий стол. У меня были бы вот сейчас тупости, потому что я объясню. Третьий круг перевирает мою речь, говорят, что я ставлю в одну команду 6-8, хотя в конце речи сказал, что да, действительно, так не может быть, и это, ну, вы не в одной команде. Ты после этого говоришь, что вот ты выставляешь 6-8, ты все круги ошибаешься, это был что-то полный, sorry. Буду играть от гены комиссара. Восьмерка, мафия. Кто третья мафия? 3-10-1-9. Френ, не знаю. Играюсь пять, Паша, давай после ночи посмотрим, если, блядь, если тебя убьют, будет очень плохо. Пять секунд. Допустим, еще Кейси в красный. Спасибо большое, восьмой стол, восьмой стол, прошу, третий секунд. Видите, опять... Ну, что мне сказать, то, что вы поверили в это, это очень интересно. Мне тоже актерский граффл-шап оказался не очень убедительным, просто я знаю, что он красный, я знаю, что я красный, я знаю, что он красный, потому что он мне проверил, сказал, что я красный. Следующий, для меня он красный. То есть, если ты ночью не уходишь в кейси, то 100% черный, но он обязан выйти в эту ночь, я не вижу вариант, какой он не умирает. Почему Ликрид не продолжит такую же речь, как была до этого, только с правильным направлением? Ты хоть пять, уходишь, конечно, в кейси. То есть, если я черный, если я красный, то ты уходишь, ты, сори, ты остался самым сильным, самым убедительным игроком за столом. Если уходишь не ты, то сори, ты становишься автоматически черным. Спасибо большое, восьмой стол. Спасибо большое. Спасибо. Третий стол, 30 секунд. Против шестого голосовали 3, 2, 7, 8, 10. Значит, у нас, если мы играем от теории, что генезис комиссар, 7, 8, 10 мафия, 7 для меня более красный, значит, 8, 10 мафия остается. Тогда получается у нас мафия 2, 8, 10, но это только первая теория. Тогда какая у нас вторая связка? Вот обратите внимание, все на Демила гнали, но он ни разу ни на кого не свалился. То есть, он уже в девятке недоволен. То есть, его как раз... 6, 7, 9 вряд ли. И ты видишь, что он чистый. Ликрид, он первую речь прочитал нормально, а вторая речь прочитал микрофоны. Но мы напоминаем, что мы находимся в суде, а мы ничего не показываем. Речь восьмерки, вторая была просто удаляй. А потом они говорят, что я играть не могу. Раз, два. Все. Кто голосует против восьмого стола? Раз, два. Все. Спасибо большое. Спасибо большое, что восьмое голосование. Никак не мог RazerCore по-другому голосовать. Ну, что мне сказать. Вы верите в теорию самострелом. Кто верит в теорию самострелом? Поднимите палец, пожалуйста. ГГВП. Я RazerCore последний поднял. Я не могу сказать, что у нас все верят в самострел. Мы кучу раз это обсуждали. Самострел — это слишком маловероятная и неэффективная для мафии фигня. Тут были куда более эффективные вряды, при условии того, что мафия действительно такая тройка. То есть, я именно не до конца понимаю, почему вы сделали именно так. То есть, мое завещание, что 3-7 мафия. Ну, собственно, все. И в следующей ночи уходит единица, в следующем днем уходит семья. То есть, тут все очень очевидно. Удачи вам наугадайке. Храни вас Бог. Спасибо большое. Город засыпает. Ну, это чушь. Я сейчас объясню. Вот, пока они спят. Смотрите, ребят. Ликрид, вместо того, чтобы найти теорию, в которой он остается красным, он начинает оправдываться перед первым и пятым. Как раз-таки их надо очернять, а не оправдываться перед ним. Мафия засыпает. В этом и есть суть, если ты мафиози. А он зачем-то берет, оправдывается перед ними. И, понятное дело, они тебе не верят. Они изначально тебе не верят. Да он делает выбор, да он засыпает. То есть, это просто забейте. Ну, конечно, полностью подставил Flash in the Night. Самострел – это нормальная тема. Комиссар делает выбор, комиссар засыпает. Но не надо делать проверку восьмого. Это чушь. От игрок у вас 30 секунд. Проверять восьмого – это полная чушь. Верю, что 8-м ходил черным. Верю, что 8-м очень сильно попытался очернить кейси. Девятка чуть спалился, да, но я бы на это не обратил внимания. Он типа просто поднял руку, подумал, ну я не знаю. Очень многого ждал от девятки и десятки. Десятка поговорил по-черному. Девятка играет очень спокойно и очень ровно. Что немножко подозрительно. Обычно Роскор играет агрессивно. Обычно ему всех всегда говорят о том, что он играет агрессивно. Сейчас играет суперспокойно и идет прям максимально пассивно. Десятка говорит… Спасибо большое. Пашу надо было следить. Если бы я остался в мафии, я бы сейчас либо Кейси, либо Паша сливал. Седьмой стол, у вас минута. Они явно сгруппились вдвоем. Представляю себя, чтобы поговорить по итогу круга. Не понравилось, как Демил улыбался, когда Ликрит речь читал. Может, показалось. Что говорит пятый про спокойного Роскора тоже. Кейси, тебя Ликрит мог как окраснить, так и очернить своим мувом. Не, не. Пашу надо было точно убивать. Я бы Пашу, либо Кейси убивал. Потому что они вместе были. Их перебить уже невозможно. Надо убирать кого-то из них. Именно поэтому и надо было Флэшн Зенайту сказать, что я проверил пятерку. Сделать самострел. Ликрит бы играл от этого, что я играю с первым и пятым. Я не знаю, кто здесь плохие. Давайте думать дальше. До восемь десять, до восемь девять. Мне кажется, более реален, чем один, два, один. Вы можете мне не верить, но я реально красный. Бла-бла-бла. Один, два, восемь странно выглядит тройка. Не знаю. Тогда бы он мог очернять третьего-седьмого и говорить, что он с первым и пятым вместе. Они бы, возможно, ему поверили. А когда Флэшн Зенай своей игрой актерской полностью себя обнаруживает, что мафия и говорит, что восьмерка вместе с ним, ну, ГГВП? Два, восемь девять. Два, восемь, десять. Шесть. Три, восемь. Ну, и шесть, десять, семь. Не знаю. Ну, по крайней мере, так. Боже мой, эти числа. Демилу, который рано пытается меня отклонить, что я ему не нравлюсь, типа, ну, окей, окей, я с этим файн. Фомка не нравится мне, ну, то есть, опять-таки, тоже муф. Два, восемь девять. Окей, чувак. Красный, типа, уберите меня, уберите меня на голосовалке. Все равно меня смущает, но для меня он тоже красный. Кого ты учишь врать там? Апнумен сейчас самый черный, но... Вы же знаете. Когда он играет на черном, он сам себя не выставляет, и, в принципе, он сейчас сидит полностью расслабленный и не знает. Да. Я играю с однеркой, никого не выставляю, буду смотреть, можете выставить меня, поговорю еще. В смысле ты никого не выставляешь? Спасибо. Тут осталось всего пять человек, вот кого-то надо выставлять уже. То есть ты не сделал вывод все еще? Два варианта того, что как кейсистический игрок должен был улетать либо пятый, либо первый. Вот, если вылетел пятый, то, возможно, как первый подозрением, как макакпафия, но я буду голосовать девятку, почему? У меня есть одна теория. Я один раз играл с Раскором, и он играл чисто, когда он был мафией, он терялся в доверие через только одного игрока. И мне кажется, что именно по этой теории сейчас тот тоже так же играет Раскор, чем ему очень нравится. На первом раунде у меня спалился только двойка. Сказал, ты руина, играешь за красного, или хотите, я тебе реально верю. Ты руина, и ты красный. Я тебе честно скажу, ты руина, и ты красный. Вот. Семерка, я не думаю, что уходи сейчас, я не знаю, почему девятка очередила семерку. Я думаю, что на мафии осталось одна на столе, либо девять. Десять секунд. Больку остальные из девятки. Мне все, спасибо. Кого-то уставляете? Девятка. Спасибо большое. Первый стол, прошу вас. Спасибо. Короче, команда мечты у меня из красных сложилась тупо. Я фомка, фомэн, а сейчас разрулим за мирный город. Что могу сказать? Десятка, для меня два основных подозрения уложатся на десять и девять. Тут опять же, за семерку я не могу быть уверенным, но буду верить. Почему мне не нравится девятка, и особенно после последней речи? Чуваки, думайте, все речи, которые девятка произносит за всю игру, он говорит две вещи. Ему не нравится фомка и выстраивает какие-то тимминги. Не говорит, с кем он играет, с кем, кто для него мафия, кто еще что-то. Он просто выстраивает, да, и играет только со мной, потому что я, очевидно, красный. Соответственно, выстраивает тимминги, но своего отношения не показывает. Типа, может быть такая команда, может быть такая, может быть такая. И пытается выезжать за счет там двух фраз. Я играю с первым, и третий, типа, непонятный. Сейчас вообще приебался к его первой речи. Демил больше понравился по эмоционалу, буду топить в девятку в этом классовании. Спасибо большое. Выставляю девять, надеюсь. Спасибо, уже выставлен. Третий стол, прошу вас закрыть. Ну, мы выиграли, походу. У нас десять выставлено. Нет. Давайте выставим десять, пусть поговорит. Девятка мне не понравилась, он говорит связку шесть, три, восемь. Это как возможно. Генезис проверяет флеша, он говорит то, что флеш черный. Флеш проверяет ликрит и говорит, что ликрит красный. Иначе получается, генезис красный в сравнении с ликритом. Я это не совсем понял. Как может шесть, три, восемь быть вообще мафией? Когда у нас разноцвет, международно, получается шесть и восемь. То, что шестерка очерняет двойку, а двойка окрасняет восьмерку. У меня это вообще не, ну я не помню, как это может быть такая связка. Тут единственная связка 2810, 289, 289. Идих вряд нету. Не, ну он хотел, что-то где мелочи, поговорил, и нормально. Он не служил эту победу, sorry. Он просто всех разведет, и там останется 173, и будут играть 117 красный, и меня загасит, скорее всего. Спасибо, что кого-то стараетесь. Для меня разноцвет, спасибо, спасибо, третий стол. Спасибо, можно штрафы сходить. Второй фолл, я согласен. Итак, напоминаю, выслен седьмой стол, девятый стол, десятый стол. Седьмой стол, у вас 30 секунд. А прикиньте, это 1, 6, 10 и ГГ. И у нас две мафии, и мы сейчас закончим, нет? Не может быть две мафии на столе сейчас? Ну, понятно. Ладно, давайте попробуем, сейчас сыграем в девятку. Если это не он, то на угадайке, кто останется, я бы сказал, что это единичка. По эмоционалу мне тоже нравится, Демил, я думаю, ну, Кейсис, сори. Пять секунд. Давайте девятку сейчас уберем, потом пойдет. Спасибо большое, девятый стол прошел, 30 секунд. Я не понял, как Кейсис, на самом деле, спросил. Красный, черный, красный, это хороший, черный, это мафия. У него команда была, получается, Пашу, Пашу выгнали, соответственно, у меня была команда 1, 5. Ну, соответственно, я изначально ни с кем не играл, для меня самый красный на столе это Кейсис. Потом появились уже эти вот, опять-таки, треугольники. Готов сейчас уйти, только если на следующей игре, ну, то есть на угадайке уходит Демил. Вообще без Б. Голосовать буду, соответственно, в Демил, а для меня получается 2, 8, 10 секунд. Черный, у меня все, спасибо. Спасибо большое, 10 стол прошел вас закрыть. Десятый стол, прошел вас закрыть. А, ну, как бы, я все посполняюсь к теории девятки, которую я сказал. Не теория девятки, а то, что девятка в одной игре, он играл чисто только через одного игрока. И то, что он сейчас говорит, то, что семерка черная, сейчас он говорит, то, что десятку нужно выгонять. То есть он сейчас топил до этого в семерку, до этого топил в семерку, потому что у него стоит максимально черная. Сейчас девятка говорит, то, что я готов уйти, но в следующий ход уходит десятка, блин. За что? Что я тебе сделал? Ты ведешь себя реально как мафия, типа. У меня все под вопросом, одненка. Девятка мафия. Спасибо большое. Выше, чем в Лоле Венрейт, это да. Напоминаю. Я проиграл только одну партию, где меня первой ночью убили, и я был жить. Здесь меня тоже убили первой ночью, но я сразу одного мафиязи нашел. Кто голосует против девятого стола? Раз, два. Причем второй у меня был под подозрением, я бы не играл с лучшим эту партию. То есть если бы я проснулся... Ну, за синерой я не говорил, что она черная. Девятку долго искал. Скорее всего, у меня подозрения по-прежнему были между 7-10. Я ухожу сейчас у вас, соответственно, угадай-ка. Гоняйте десятку и ГГБП. Типа однерка по 100% красная. Спасибо. Зачем вообще эта речь нужна? Дополнительная речь. Просыпается мафия. Да ладно, ребят, никто не просыпается. Давайте, просыпаемся все. Че-то изи было. Это был самострел? Да, это самострел. Черт, во, война самострела, Витя, была поиграна. Я не понимаю, зачем делает самострел и говорит, что восьмер чистый. Короче, одну игру мафия, вторую игру мафия, он скрывается вот так. И третью игру, он опять мафия. И типа он опять так вскроется. И он же комиссар. Я думаю, да не может быть такого. Ребят, ребят. Подожди, а можно? Оскар, Оскар. Оскар играет два слова. Суки, блядь. Да, да, да. Оскар флешил за на эту. Отличная актерская игра. Я всю игру думал, что ты красный пока ты меня топить не начал. Нет, Леха, от типа я что-то... Кто победил? Кто победил? Че красный сокровный отрывок типа. Леха, а мне не в кого топить. Ты говоришь хуёво топить фолку. Ты мне слова перевираешь мои. Я говорю одно, а ты потом говоришь другое. Нет, нет, нет. Я именно, я эту игру играю супер против всех. Во всех топлю. Абсолютно уверен, что он мудак, он мудак, он мудак, он мне не нравится. Он мне не нравится. Просто это ты говоришь. Ну что-то Афнумент сомневается. Он что-то не определится. Я думаю, в смысле, блядь, не определится. Самое прикольное, что, Леша, ты играешь вот так вот, затыкивая, закидывая в каждого, когда ты мирник. И ты играешь абсолютно по красному, когда ты чёрный. То есть ты играешь анализируя и стараясь, именно вот, типа, пытаясь найти мирник. 6-3-8, да. Когда ты чёрный и играешь во всех, когда ты красный. 6-3-8, да. Подождите. Разве это не логика, что мафия не будет против всех играть? Нет, не логика. Нет, не логика. Мафия должен играть как человек. Чтобы стремились с учётом того, что десятка нам верит. Вот есть какая-то инфа по этому поводу? Ну есть, да. Вообще, я перебрал, конечно, немножко. Думаешь? Миздец, как перебрал. Чуть-чуть. Да нет, там чутка. Ладно. Ну потестил, ладно. Потестил лимиты. Как говорится, было время. Сори. Хуёво вскрылся. Мне девятка на речь, последний. Скрылся гуд. Я не верил, да, генезису до того момента, пока... Надо было спокойно.